Сердечно-сосудистые заболевания это расплата людей за доступность автомобилей и продуктовое изобилие. Такое мнение есть у некоторых кардиологов. Нужно ли ограничивать себя в удовольствиях и комфорте? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Владимир Кузьмин, врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиодиспансера, заведующий консультационно-реабилитационным отделением. Прошу любить и жаловать. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Врач-кардиолог на связи с вами. Пожалуйста, звоните к нам в студию и задавайте свои вопросы. Владимир Петрович, вот то, с чего я начала. Продуктовое изобилие и доступность автомобилей, перенасыщенность транспортом. Вообще, сколько истины в этой шутке? Вы знаете, я думаю, что вы абсолютно правы в том плане, что современный, так скажем, социум позволяет нам пользоваться этими благами, при этом меньше ходить, поскольку автомобиль у нас под боком. Можно ехать, да. Много есть, поскольку у нас огромное разнообразие магазинов, супермаркетов и какого-то дефицита в еде на сегодняшний день нет. Причем, если говорить про питание, оно настолько на сегодняшний день разнообразное, ведь мы сегодня, наверное, будем говорить о том, что есть питание полезное, которое мы как кардиологи рекомендуем, а есть не полезное. Поэтому вот, исходя из этого, наверное, это тоже определенное благо, но оно в ряде случаев оборачивается определенными проблемами со стороны здоровья. Еще очень много говорят о том, что сосуды стали поражаться сейчас у людей в более раннем возрасте, не как раньше у бабушек-дедушек. И опять-таки люди мало двигаются, в рационе преобладают рафинированные калорийные продукты, и все, что, в общем-то, не сжигается, оно… что с ним происходит дальше? И это ли причина, действительно, развития ишемической болезни? Да, причиной развития ишемической болезни сердца является всем на сегодняшний день общий, наверное, известный понятие – атеросклероз. Все говорят – склероз, атеросклероз. То есть, если говорить простым языком, что такое атеросклероз? Это когда избыток холестерина начинает искать свое пристанище. Пристанище номер один – это сосуд. И поэтому начинает формироваться атеросклеротическая бляшка. Когда она достигает определенного своего размера, то есть она взрослеет, ее объем становится 70%, 80%, 90%, перекрывается сосуд, или он практически на 80% бывает перекрыт этой бляшкой. И вот тогда мы говорим о так называемой, например, грудной жабе, да, или ишемии, как все говорят. И тогда появляются уже первые симптомы. А первоисточник – это всегда повышенный холестерин. Поговорим со зрителями. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Добрый. А я хочу вам сказать, что я могу сказать. Моему же другу в 18-м году сделали это же соль на сеть. Ему поздали кенку. У него был инфраструктурный. Ну вот он. Как бы иногда похудеет. А я за это беспокоюсь считаю. Я не понял, каждый раз что? Если можно чуть-чуть подальше от телевизора, пожалуйста. Мы не поняли, что он иногда делает. Курит. Курит. Вас это беспокоит. Сидоритное употребление. Ну, понятно. То есть вопрос ко мне, нужно или нельзя курить. Нужно ли ему запретить. Вот я, как кардиолог, отвечаю прежде всего, конечно же, за здоровье нашего пациента. Поскольку был инфаркт, и тем более пациент перенес стентирование, убедительная просьба супругу посмотреть наш эфир. Поскольку, ведь мы с вами знаем, что стенд – это своего рода проволочка, которая вставляется в сосуд. Укрепляет его, да, скажем так? Да. Убирает бляшку и практически расширяет то препятствие, которое было. И поэтому, если человек продолжает курить, то этот стенд, по-русски говоря, он просто закрывается. Что такое закрывается? Растет бляшка. Сигареты и никотин – это самый мощный провокатор для роста атеросклеротической бляшки. Поэтому курение на сегодняшний день и заболевание сердца, а тем более оперированное сердце и перенесенный инфаркт – это абсолютно категорично несовместимые вещи. Пожалуйста, покажите вашему мужу сегодняшний эфир и, может быть, вдруг он нам поверит. Потому что ведь многие пациенты считают, что вы, врачи, все время преувеличиваете, что курение, ну, уж не так уж страшно влияет на состояние здоровья. Курение сам как фактор риска, он практически начинает вот по этому послужному списку, возглавляет или является лидером. Почему? Обычно пациенты спрашивают, что будет с одной-двух сигарет? Ведь это настолько редко и вообще это как бы не настолько пагубно для здоровья. Ответ с нашей стороны всегда достаточно жесткий. Каждая одна затяжка, вот в течение процесса выкуривания сигареты, ведь человек делает несколько затяжек, правильно? Каждая затяжка – это всегда спазм сосуда. Каждая затяжка – это спазм сосуда. Теперь, если мы посмотрим чисто, так скажем, материально, насколько наши с вами сосуды, бедные, в течение дня испытывают стрессовое состояние в виде этого спазма. А ведь если бы этого не было спазма, то внутренняя выстилка сосуда, которая обеспечивает здоровье нашей всей сосудистой системы, она была бы глянцевая, розовая и блестящая, если говорить простым языком. Что делает никотин? Это скукоженный эндотелий. То есть вот эта внутренняя выстилка, она как шагреновая кожа будет. Поэтому всегда пациентам объясняю простым таким, возможно, грубым языком. Но говоря о никотине, вообще о проблеме табакокурения, это всегда вазоспазм. Все мы знаем, что вазоспазм практически и для сердца, а тем более для пациентов с гипертонией, крайне негативно влияет. Странно, что человек, перенесший операцию на сердце, сам создает такие угрозы для своего здоровья. Но вообще я хочу добавить еще такую интересную вещь, Инесса. Дело в том, что многие пациенты, это порядка процентов 40-50, которые перенесли операцию на сердце, как правило, бросают курить. Почему? Потому что атмосфера больницы, атмосфера хирургического отделения и сам факт вмешательства на сердце является важным таким психологическим подспорьем, чтобы пересмотреть свои ценности в жизни. Ну да, второй раз же, я думаю, никому не хочется. У нас сегодня в гостях врач-кардиолог Самарского областного кардиодиспансера Владимир Кузьмин. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. В студию можно позвонить. До звонка телезрительницы мы с вами говорили про бляшки холестерин. Ну, давайте тогда уже эту тему еще немного развернем. По поводу холестерина. Все знают это слово, но вот честно, что такое этот холестерин, я думаю, мало кто задумывается. И откуда он берется в нашем организме? Ну, мы практически, начиная, наверное, с 4-го курса медицинского университета, студентам, когда преподаем цикл по терапии, всегда обсуждая тему атеросклероза, объясняем, что такое холестерин, да. Если говорить по структуре, ведь холестерин мы едим с продуктами, да, поступает холестерин экзогенный. То есть наш холестерин вырабатывается в печени. И холестерин это в ряде случаев, а можно даже в большинстве случаев, является абсолютно необходимым компонентом для нашей жизнедеятельности. Для чего необходим холестерин? Это эластичность мембран клеток. Холестерин необходим для синтеза гормонов. Холестерин необходим для деятельности клеток центральной нервной системы. То есть настроение, состояние клеточных мембран, это тоже холестерин. Но есть холестерин плохой, а есть холестерин хороший. Добрый, злой. То есть этот плохой, он в медицине называется холестерин низкой плотности. И вот вся беда, весь вот этот процесс трагедийности, да, развивается вокруг этого холестерина низкой плотности. Он вырабатывается печенью. Есть абсолютно доказанная генетическая предрасположенность. Если в семье кто-то страдал гиперхолестериномией, то этот ген передается по наследству. И поэтому вот эта наследственная, так скажем, сторона медали в плане инфарктов в роду, да, в семье, или инсультов, это, как правило, всегда наследственная сторона. И поэтому вот этот плохой холестерин, он и формирует эту бляшку. И поэтому, когда пациентам мы говорим, худейте, соблюдайте диету, это правильная сторона медали, это абсолютно четко. Но при этом мы должны понимать, что наша печень на 70% вырабатывает вот этот плохой свой холестерин. И поэтому мы всегда говорим о том, что одной диетой мы не поможем в плане снижения холестерина. И в ряде случаев нам требуется, конечно, медикаментозная поддержка. Поэтому вот такой есть холестерин на сегодняшний день, есть плохой и есть хороший. То есть следить за этим стоит только тем, у кого была наследственная предрасположенность? Не только. Я думаю, что следить нужно всем, потому что мы проходим себе диспансеризацию. На сегодняшний день нет абсолютно никаких проблем пойти в любую лабораторию и сделать так называемый липидный спектр крови. В этом липидном спектре крови мы увидим холестерин, мы увидим хороший холестерин, то есть липопротеиды высокой плотности, низкой плотности, три глицериды. Врач-специалист, он практически полностью вам сделает анализ по этой раскладке. Поэтому не только наследственная предрасположенность. А ведь в ряде случаев молодые люди или девушки, приходящие к нам на прием, ведь они не знают, например, свою наследственность. Ну, бабушка там, допустим, умерла в 70 лет или там дедушка. Особо никто не знает деталей каких-то. Поэтому у нас, прежде всего, на сегодняшний день вголовенствует так называемый принцип здоровья, то есть культура здоровья. А вот в культуру здоровья, помимо физических нагрузок питания, конечно же, должен входить очень важный момент – контроль уровня холестерина. И тогда, я думаю, что вот эта проблема будет абсолютно четко сдвинута. Более того, вот по опыту амбулаторного приема, я могу сказать, что вот за последние несколько лет, поскольку доступность стала максимальной по лабораторной диагностике, мы видим, насколько заинтересованы молодые люди в знании своего холестерина. Это реально прям процент обращений для консультации, чтобы получить вопрос, что делать с холестерином. Диета, прием препарата, какие-то дополнительные обследования. Вот такой процент пациентов стал значительно на амбулаторных приемах больше. Не изменилась ли статистика по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Мы все еще на первом месте. К сожалению, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – это первое место, да. Несмотря на то, что прорыв в кардиологии за последние годы был достигнут колоссальный, мы говорим прежде всего о кардиохирургии, о остром коронарном синдроме, например. То есть это вопрос начала боли и уже первая манипуляция кардиохирурга. Минимальный промежуток времени, максимальный вариант защиты и спасения пациента. Вот в этом у нас колоссальный прорыв. Но, вы понимаете, ведь очень важный пласт, который мы в ряде случаев забываем, – это профилактика. Поэтому нужно знать свой уровень холестерина, нужно знать свой уровень артериального давления. Не забывать знать свой уровень объема талии, да, измерять. Ну и, конечно, много двигаться. Вот если мы будем соблюдать этот блок профилактики, я думаю, что процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний будет снижаться. Поскольку суммируя все наши заслуги в медицине и в кардиологии, плюс уменьшение, так скажем, заболеваемости, оно вот приведет, конечно, к положительным моментам. Вы знаете, вот людям без медицинского образования достаточно сложно контролировать такие маркеры, как уровень холестерина, давление и уж тем более состояние стенок сосудов. Многие ведь из нас склонны считать здоровыми людьми тех, кто жмет сотку от груди, занимается в спортзале, ну, что-то там более-менее как-то пытается правильно питаться. То есть вот подражание некому зожу, и вроде бы все хорошо, да? Да? На самом деле это иллюзия? На самом деле это нас... Владимир Петрович, я вас прошу прощения за то, что сразу перебивают. Давайте на звонок ответим. Да, конечно. Не забывайте этот вопрос, я вам напомню. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Это примерно вот назад я начала замечать какие-то перебои, вот, проводить текст. То есть вроде как вот ровненько, оно ровненько бьется, потом раз, как будто бы почаще, потом опять все возвращается. Ну, как-то мог, я старалась обращать на это внимание. Я дала сделать кодиограмму, и мне сказали, что на кодиограмме смогли определить экстрасистов. Скажите мне, пожалуйста, насколько это серьезно? Нужно ли это как-то лечить или просто переособенности, на которые не надо обращать внимание? Да, очень интересный вопрос. Вопрос, кстати, очень часто задается этот вопрос и на приеме. Экстрасистолы, на самом деле, это не настолько страшная ситуация, поэтому я могу, наверное, успокоить нашу телезрительницу, но на электрокардиограмме мы ее можем зафиксировать. Есть опасные экстрасистолы, есть не опасные. Об этом вам скажут более детальные врачи на приеме. Я вам очень советую, помимо электрокардиограммы, сделать такой метод исследования, который называется холтеровское мониторирование ЭКГ. Это записи электрокардиограммы за сутки. Вот это будет практически вашим аритмологическим паспортом. Мы посмотрим за сутки количество экстрасистол в час, какое количество экстрасистол днем, ночью. Вот это будет полная информация. И с этим протоколом холтеровского мониторирования я вас приглашаю на консультацию к кардиологу, чтобы можно было, так скажем, проанализировать эти цифры. Одна единственная экстрасистола, записанная на электрокардиограмме, она является поводом, чтобы все-таки дальнейшее провести до обследования. Поэтому иллюзии, что они хорошие и плохие, они, конечно, существуют в плане хороших экстрасистол, но все-таки то, что я сказал, нужно, конечно, обязательно выполнить. А перед звонком мы с вами говорили о том, является ли зожеподобное поведение человека профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Абсолютно с этим не соглашусь, и на это есть несколько причин. Дело в том, что вот такой жесткий профессиональный спорт и здоровье, эти вещи несовместимы. Это мое сугубо такое личное мнение, которое за многие годы уже подтвердило истинность. Поэтому, когда мы говорим о здоровом образе жизни, это не всегда мышцы. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, это не всегда штанга. Потому что все-таки мы должны, прежде всего, вкладывать в понятие аэробные физические нагрузки, то есть это дозированная ходьба, плавание, бег. Когда мы говорим об уровне артериального давления, например, пациент приходит молодой, у нас занимается активным спортом, мы всегда ему настойчиво говорим. Если вы предрасположены к высоким цифрам артериального давления, то посещение спортивного зала с большими чрезмерными нагрузками вам категорически нельзя. Это одна из причин. Поэтому всегда молодым людям, которые активно занимаются рельефом своим, так скажем, и мышцами, мы всегда настойчиво рекомендуем знать, конечно, свой уровень артериального давления. Дислепидемия, нарушение холестеринного обмена достаточно частый спутник спортсменов, которые занимаются активно. Поэтому очень тоже рекомендуем сдавать анализ крови на холестерин, чтобы избежать в последующем развития атеросклероза. Поэтому вот исходя даже из этих небольших пунктов или, так скажем, конспективных моментов, я, наверное, ответил бы на ваш вопрос так. Еще раз повторюсь, что вот такая чрезмерная физическая нагрузка и здоровье – это все-таки несовместимые вещи. Нагрузка и увлечение протеинами, что по этому поводу скажете? Это очень плохо. Объясню почему. Мы с вами знаем о том, что избыточное поступление белка в организм – это всегда плюс жидкости. То есть мы практически задерживаем жидкость. Задержка жидкости ведет прежде всего к отекам, повышению артериального давления. И мы с вами должны помнить, что почки наши – это самый главный орган, который занимается водно-солевым объемом. И поэтому в выведении жидкости, которая должна, так скажем, регулировать наш водно-солевой баланс, почка работает, как я всегда говорю, в три смены, поскольку ей нужно привести в должное соответствие водный объем. Поэтому и сами по себе протеины – это же достаточно тяжелые субстанции по молекулярному весу, да? Поэтому это должно, так скажем, усваиваться, это всасывается. И сама такая вот насыщенность протеинами, она может в каких-то даже случаях приводить к аллергизации организма. Потому что чужеродный белок или вообще избыточное поступление белка – это плюс еще и аллергизация. Я со стороны кардиолога, вот со своей стороны профессиональной, всегда предупреждаю и говорю, что там, где есть избыточное потребление протеинов для наращивания мышечной массы, пожалуйста, контролируйте свой уровень артериального давления. И еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Владимир Кузьмин, врач-кардиолог Самарского областного кардиодиспансера. Мы говорим о том, что сердцу необходим контроль и внимание. Телефон прямого эфира – 202-11-22. Владимир Петрович, часто ли в вашей практике такое, что приходят люди, ну, среднего, может быть, возраста, молодые, и говорят о том, что для них это полная неожиданность? И, наверное, больше все-таки мужчины, да? Или я ошибаюсь? Да, абсолютно, вы правы. Что вдруг сдают сердце. Если говорить по гендерности или по половому составу, да, в основном это молодые мужчины. То есть, если несколько лет назад, несколько, ну, может, 10-15 лет назад, когда к нам поступал молодой человек лет 25-30 с инфарктом миокарда, это была казуистическая ситуация в кардиоцентре. Все поняли, все искали, конечно же, причины или ответы на вопрос, почему в столь молодом возрасте возник инфаркт. Сейчас, в принципе, для нас это не является какой-то новой, так скажем, новым заболеванием или новой тенденцией. На самом деле, процессы атеросклероза, они молодеют. И, соответственно, если атеросклероз в молодом возрасте не коррегируется, и мы не знаем, какой уровень холестерина, мы не следим за состоянием сосудистой стенки, за весом, так скажем, образно, да, понятно, что и в 30 лет пациент может поступить с острым инфарктом миокарда или с бляшками уже сформированными. Поэтому я еще раз повторюсь в своей главной мысли. У нас сейчас есть уникальная возможность проверять свой уровень холестерина, сходить на консультацию к врачу. Сейчас для того, чтобы определить состояние сосудистой стенки, обычно ведь пациенты приходят и говорят, доктор, я хочу проверить свои сосуды. Невозможно проверить все сосуды. Мы можем проверить сосуды, доступные для исследования. Самая доступная зона – это наша шея. Здесь проходят сонные артерии. И поэтому обычный ультразвуковой датчик, он посмотрит, измерит толщину вашей стенки, определит отсутствие или наличие бляшки. Это будет вашим состоянием сосудистой стенки, сосудистой системы. Если у молодого человека уже сформированная бляшка, нужно быстро идти сдавать кровь на холестерин и принимать срочно решение в плане назначения терапии. Если у молодого человека сосуды абсолютно чистые, он следит за своим здоровьем и уровень холестерина у него нормальный, мы продолжаем заниматься дозированными нагрузками, мы следим за питанием, мы много гуляем, правильно кушаем и пьем. И, в принципе, мы сохраняем молодость наших сосудов. Инфаркт – это всегда неожиданно, признаются те, кто его пережил. Но все-таки есть же, наверное, какие-то предвестники, которые люди просто пропускают, не обращают на них внимания. Есть предвестники, и я считаю, что пациенты, которые эти предвестники ощутили, они счастливые люди, потому что они обратились вовремя к доктору или вызвали скорую помощь. А вот если инфаркт возникает внезапно, это порядка 15% в 20% из общей, так скажем, если мы берем общую структуру, то это возникает настолько внезапно, что в ряде случаев это заканчивается фатально, это очень грустно. Но… Давайте о предвестнике сейчас ставим галочку, ответим сначала на вопрос зрителей. Хорошо. Алло, здравствуйте. Да, перезванивайте, пожалуйста, сорвался звонок. Самым главным предвестником, я очень хочу, чтобы нас услышали телезрители наши, это прежде всего любой дискомфорт в области сердца, это не должно быть незамеченным. Это может быть предвестником. Любая одышка, чувство нехватки воздуха при физической нагрузке, это может быть предвестником. Поэтому всегда нужно прислушиваться к своим ощущениям. Если заболело сердце, мы идем в поликлинику, утром записываем электрокардиограмму. Есть какие-то сомнения в самочувствии, запишитесь к доктору, получите консультацию. Почему? Потому что любой вот этот дискомфорт, о котором я говорил, мы должны подтвердить или исключить на электрокардиограмме. Старый простой метод. Он на сегодняшний день не потерял своей актуальности. Пусть небольшие изменения доктор увидит, но он подтвердит, что эти предвестники абсолютно опасны. Этого пациента нужно взять на наблюдение и сделать так, чтобы не развился последующий инфаркт. Мы сегодня как-то больше о мужчинах с вами говорим, и о мужчинах среднего возраста и молодых. Точно знаю, что они крайне негативно относятся к такому моменту, как контроль артериального давления. И может быть еще и по причине того, что есть мнение, если вдруг все-таки ты у себя это обнаруживаешь, то ты обречен на то, чтобы пожизненно принимать препараты. Не соглашусь с этим тезисом по одной простой причине, что чтобы контролировать свой уровень артериального давления, нужно, прежде всего, правильно измерять. Как мы учим своих пациентов? У нас есть у всех тонометры, поэтому давление всегда измеряется трехкратно. Мы выбираем какую-то одну руку, да, и мы измеряем трехкратно, выводим среднюю цифру. Поэтому однократный замер, он может привести нашего пациента в состояние паники или шока, увидев давление выше нормы. Поэтому всегда мы измеряем трехкратно. Следующий момент. Да, если мы на самом деле зафиксировали факт повышения давления, это никоим образом не крест на нашей с вами, так скажем, жизни. Мы должны обязательно обратиться к врачу. Почему? Потому что сам факт повышения давления, он может иметь какую-то причину. Так называемые причинные гипертонии, их называют в медицине вторичные или симптоматические. Нужно всего лишь подойти к доктору, сдать анализ мочи, провести УЗИ почек, например, да, ну и, соответственно, доктор там распишет планы обследования, и попытаться поискать первопричину, первоисточник. В ряде случаев нам удается. Или, например, разобраться с рационом питания. Человек любит поесть соленой еды вечером, да, а утром просыпается с головной болью давление 140-150. Соль – главный первоисточник повышения давления. Нормализовав принципы питания, утром будет давление 120-180. Но если есть наследственность, о которой мы сегодня с вами говорили, и наследственность отягощенная, и она передается из поколения в поколение, понимаете, гипертоническая болезнь, она рано или поздно будет давать о себе знать. В 30 лет, в 40. И это тоже никоим образом не говорит о том, что жизнь на этом заканчивается. Мы сегодня имеем уникальный ресурс лекарственных препаратов, которые идеально держат артериальное давление, принимая один раз в день, улучшая не только показатели давления, препараты улучшают, но они обладают мощными, протективными, то есть улучшают функцию еще и органов, то есть сердца, почек, головного мозга. Поэтому я считаю, что при нынешней обстановке с фармацией, поскольку препараты все новые и новые появляются, мы должны смотреть с оптимизмом вперед, особенно гипертоники. Владимир Петрович, и в оставшиеся буквально 2 минуты, кроме нашего прорыва в фармации, я слышала, что в последний год, может быть, полтора, и кардиодиспансер обогатился, скажем так, очень новым современным оборудованием, новыми методиками. Это действительно так? Да, это абсолютно так. Мы на сегодняшний день, я уже говорил о том, что у нас абсолютно современные ангиографы. Наши ангиохирурги работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы дежурим по городу, скорая помощь везет всех пациентов с острым коронарным синдромом в наше учреждение. Плюс функциональная диагностика расширила свои функциональные возможности. И, конечно, все это в скопе позволяет нам, конечно, более быстро оказывать помощь, более, так скажем, квалифицированно. И, конечно, на этапе диагностики мы получаем уникальные результаты. Ну вот как раз и ходят среди нас разговоры о том, что очень хромая диагностика. Ну, с учетом того, что сейчас мы имеем возможность проводить то же самое ультразвуковое исследование с современными аппаратами, которые имеют большую возможность именно визуализирующую. Мы получаем больше параметров цифровых, например, у пациентов с пороком сердца. Мы имеем большую возможность визуализации клапана, обсчета этого клапана. Это помогает хирургам как можно раньше и быстрее принять решение в плане, допустим, хирургической операции. Поэтому к вопросу о модернизации, голосуя двумя руками, говорю, да, мы сегодня такую возможность имеем, у нас современная аппаратура, есть все на то современные возможности. И прямо буквально, если можно, в двух словах, но в каждой программе мы говорим о том, что все-таки стоит проходить диспансеризацию и что это не лишнее. Это необходимо. Это как атрибут нашей повседневной жизни. Мы с вами раз в год или чаще ходим к стоматологу, мы проводим флюрографию, диспансеризация крайне необходима. Начиная от анализа крови, обычного, банального, да, общего, заканчивая холестерином, ультразвуковыми методами исследований и консультациями профильных специалистов, это прежде всего залог профилактики наших заболеваний сердечных сосудей, онкология и массы других заболеваний. Это обязательно необходимо. Ну и, очевидно, мы с вами сегодня прощаемся со зрителями с пожеланиями следить за своим сердцем, беречь его и ни в коем случае не болеть. Спасибо, что прибыли у нас в студии. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова